Всем привет, друзья! С вами Компьютерщик. Сегодня я расскажу вам про самую крутую, самую лучшую клавиатуру в мире. Которую не просто проплаченный обзор, я сам ей пользуюсь. У меня такая клавиатура, она мне служит 7 лет. Кто давно смотрит мой канал, вы видели вот эту самую клавиатуру. Я делал обзор на нее 7 лет назад. У меня на канале есть ссылка, вот можно даже посмотреть, наверное, я не помню, я там показывал, серийный номер. То есть, вот это ровно та же самая клавиатура. И 7 лет я ей пользуюсь, это лучшее просто, что может быть. Сколько было вылета на нее кружек с чаем и с другими напитками, и все ей нипочем, все хорошо. Это действительно самая лучшая клавиатура, самая удобная, она ножничного типа, то есть, очень такое упругое, приятное нажимание на клавиши. Ножничного типа клавиатуры используются как раз в ноутбуках, ну то есть в таких устройствах, где клавиатуру так просто не поменяешь. Поэтому они очень надежные и очень такие эргономичные, приятные. И вот я сегодня заказал еще одну другую клавиатуру, знаете почему? Потому что моя девушка меня постоянно мучает, мне очень нравится эта клавиатура, я иногда пускаю у себя за компьютером тоже может поиграть, и вот она хочет себе на ее компьютер тоже такой. Вот я ей на Новый год, сейчас на Новый год купил, 7 лет спустя, вот ей купил ее, теперь у нее будет тоже такая своя клавиатура. И это другая немножко редакция, потому что, вот А4 Tech, у этой клавиатуры, у нее добавилась кнопка FN, вот если в моей версии, тут у меня винтовая кнопка, да, лишняя, у меня две винтовых кнопки. Вот эта винтовая кнопка, она в целом не нужна, то в новой версии клавиатуры вместо нее FN, которая позволяет мультимедиа управлять, там громкость повыше, клавиатура сделала, в общем удобная штука, и она особо не мешает, потому что она находится тут, потому что некоторые глупые производители, они делают эту кнопку здесь, и тогда вообще невозможно ей пользоваться. Тут она в тему. Так что давайте посмотрим. Ну это, собственно, да, модель клавиатуры KV300H, А4 Tech. Это лучшая клавиатура в мире. Соответственно, заявляю, просто сам я ей напользовался 7 лет, и она до сих пор жива. И, в общем, очень удобная. Мне кажется, даже вот я слышал, у меня встретил случайно еще одного человека, и он тоже этой клавиатуры до сих пор порвался, она считается его, можно сказать, любимой клавиатурой. То есть это даже есть, наверное, такой, знаете, клуб, интернациональный какой-то клуб людей, которые пользуются этой клавиатурой. То есть это действительно такая уже, ну какая-то классика. Сейчас я ее открою. Хитро она так открывается, и тут такие штучки. Кстати, вот это крутая, в основном, вещь. Они делают круговые наклейки. Соответственно, это круговая от великих, что она делает? Вы не можете эту клавиатуру в целом, просто физически невозможно ее открыть, если вы их не срежете. Поэтому вы никогда не купите бэушную клавиатуру, вот эту. Потому что это сразу будет видно, у нее будут вот эти вот кругляшки, они будут срезаны или склеены. То есть это офигенная защита. Я бы хотел, чтобы так пиццу, знаете, упаковывали, то точно ты знаешь, что ее никто не съел. Ну вот, в 2020 году, уже, можно сказать, 2021, так эта клавиатура выглядит. Новая ее редакция. Мне самому даже интересно, что нового. Ну, какая-то инструкция. Очень минималистичная коробочка. Ох, Господи, какая она красивая, новенькая. Давайте сравним клавиатуру от образца 2013 года и 2020. Вот за 7 лет что стало? В принципе, это вот она так же моя новая, так же выглядела. Что с ней стало? Да, то есть она потемнела. Кнопки многие, видите, подтерлись. Вот это 7 лет использования этой клавиатуры, но она идеально работает. Из отличий, да, мы видим кнопку FN, соответственно, нажимая ее и одновременно нажимая кнопки с F1 до F12, вы можете управлять всякими полезными штуками. Мотать, на паузу ставить фильм, погромче, потише там сделать, включить-выключить звук, отправить письмо, пойти на главную страницу, создать папку, видимо. В общем, удобная такая кнопка, можно на самом деле много чего, можно переназначить их как угодно, допустим, для работы в фотошопе вы можете переназначить точно так же эти кнопки. Это очень классная штука, на самом деле. Моя клавиатура старая, у нее этого нет. Это, по крайней мере, часто что-нибудь такое сделают и испортят. Вот тут это не портит абсолютно. Ну, в общем, по размеру эта клавиатура, она, по-моему, вообще такая же. Да, вот ровно-ровно, миллиметр-миллиметр такая же. И это, знаете, какое редкость? Я практически никогда не видел, чтобы какой-то товар спустя 7 лет, ну, вот, среди компьютерных штук, производили. Это суперредкая ситуация. Эта клавиатура, она настолько успешна, настолько идеальна, что за 7 лет ее продолжают производить, ну, производители продолжают делать. Вот тут, давайте посмотрим, зад клавиатуры сравнивать с моим. Ну, в общем, все-все-все, то же самое вообще. Немножко этикеточка изменилась. Да, серийники другой уже пошли на формы. Вот. Ну, кстати, единственное, смотри, что с моей клавиатурой стало за 7 лет, у меня потерялось вот эти две штучки. Вот, я сейчас только это заметил, честно говоря. Тут они на месте. Вот у меня две штучки. Она такая вся потертая, заплеванная, жизнью побитая, но работает идеально. А еще мы обнаружили, что у них есть USB по бокам. Да, у них есть, кстати, у этих клавиатур есть USB, я им, правда, никогда не пользовался, я просто забыл, что они есть. И вот сейчас я, ну, когда купил, думаю, блин, нифига себе, тут есть два USB по барстам. Блин, я никогда не пользовался, я пользуюсь у меня, вот, видите, USB хабы. Раз и два, которые к сети идут, потому что мне нужно очень высокое напряжение для USB веб-камер всяких хитрых. Вот. Так что, ну, для флешки они подойдут. Да, то есть это нормально. Фишка этой клавиатуры в том, что она, разработчики не жадные. Тут очень хорошее расстояние между кнопками. Это важный параметр. Помимо того, что тут офигенное нажатие, просто, то есть, приятно. Вот, знаете, самая приятная клавиатура по нажатию. Это правда. Да, она просто кайфовывается. Не печатать удовольствие, и ты не устаешь. То есть, когда ты нажимаешь большие кнопки, тут давишь, ты устаешь. А тут ты не устаешь. Ты очень-очень хорошо на ней печатать. Вот. И большое расстояние между кнопками. То есть, ты не промахиваешься. Это очень важный тоже параметр, потому что обычно на производитель клавиатур они всячески экономят. Они экономят, и расстояние большие. И нампад есть, слава богу. Да, нампад, нампад, но это тоже суперполезная вещь. Ну, так что такая клава. Очень всем рекомендую. К сожалению, мне разработчики, производитель ничего не платит за рекламу. Хотел бы я, чтобы мне просто прислали парочку таких клавиатур еще для себя. Но просто, так сказать, ну, это хорошая вещь. Я хочу своим поделиться своими, так сказать, наблюдениями. Так что вот я и вручаю тебе ее. Дарю тебе. С Новым Годом! Спасибо! Ты мечтала о ней, мне кажется, года три. Я не мечтала семь лет. Мне кажется, я всю жизнь о ней мечтала. Это лучшая клавиатура. Я так ее хотела. Ну, вот. Друзья, поставим на нее ссылку под видео. Я не знаю, какой-нибудь Яндекс.Маркет или где-то. Да. Так что, вот, тоже покупайте, попробуйте, и потом вы с нее не перейдете никуда. Единственная такая вещь, а с ней мне я расскажу. То есть, вот я вначале сказал, что эта клавиатура у меня семь лет, и я ее много раз заливал. Вот честно, много раз заливал. Ну, не знаю, 20, 30, 50 раз заливал. Все время, я же все время у меня кружка, я все время пью что-нибудь, и все время наливаю. Фишка в чем? Чтобы она не умирала у вас, потому что обычно у людей все умирает. Как, что же, если ты вдруг пролил какую-то жидкостную клавиатуру, в это же мгновение ты должен взять и выключить ее, отключить. Если отключить, ну там промыть, ну не промыть, а отключить, воду вытряхнуть и положить, сушиться на денек. А лучше, ну не знаю, на день положить, сушиться. Вот. То есть, если вы вовремя сразу будете выдирать эту клавиатуру, как вы чуть на нее пролили, то все будет в порядке. Вот у меня семь лет, она, полет нормально. Ну еще такая вещь, как БР. Чем больше вы клавиатурой пользуетесь, тем больше она становится waterproof, то есть водонепроницаемой. Просто банально из-за того, что она засаливается. И у нее появляются гидрофобные свойства естественного антропогенного происхождения. То есть вы человек, с вас все время летит всякая пыль, волосы там с бороды, крошки какие-нибудь, короче, она там постепенно наполняется и в итоге она становится, ну, за счет жира, который, сало, я не знаю, может быть, кого-то это не нравится, кажется, что у вас так плохо, зато у вас клавиатура становится вечной, да, вы туда выливаете и там контакты не зафигачиваются. Вот, так что это тоже такой большой плюс. Ну, в общем, если вы сразу в проб, на всякий случай, хотя бы две иметь, да, если в одну залили и переподключать. У меня тут клавиатура целую кучу разных есть на разные случаи жизни. Вот, но это как бы основная. Иван, наша еще одна любимая. А, да. Вот это я купил на Алиэкспресс. Вот если я заливаю, я их подключаю. Тут нет нампады. Вообще, честно говоря, она жутко неудобная все-таки, то, что тут как цветка. Подсветка, ну, фикс не подсветка, она тут слишком все близко. Это ошибка. Ну, то есть, она хорошая. У тебя был тоже обзор на нее, да? Да, она хорошая в плане минимализма, в плане нажатия клавиш. Вот это с Алиэкспресс. Ну, такая дешевая кастомная клавиатура. Вот, ну, все запрограммировать, как хочешь переставить кнопки. Прикольно, но, я говорю, слишком тоже жадные разработчики в плане все вот, вот это будет. Ну, это именно фишка в том, что она суперкомпактная. То есть, видите, меньше, чем эта клавиатура. Ну, то есть, процентов на 30. Ее можно в поездки брать. Я, например, не люблю встроенные клавиатуры в ноутбуке. Если я уезжаю, то же с собой всегда беру клавиатуру свою. Вот, такой извращенец. Так что, для таких вещей, ну, или как просто резервная, временная, она нормальная. Но, в целом, конечно, вот это мастхэд. Друзья, буду ждать ваши комментарии. Может, вы тоже станьте владельцем, станьте членом клуба клавиатуры от А4тех. Ну, блин, это реально лучший продукт. У меня больше ничего особо нет от этого производить. А, слушайте, у меня мышка тоже их. Да. Это твоя любимая. Это тоже моя любимая. Я не знаю, как так сложилось. Я просто пробовал разные мышки и в конце концов я пришел на эту. Видите, вся такая странная. Кстати, эта мышка, она, у меня, наверное, года два уже тоже. Это рекорд для мышки, потому что я их скликиваю мгновенно. Вот, это очень хорошие мышки. Я, знаете, тоже, эти мышки, вот, x7, я их использую уже, вот, лет, наверное, не знаю, 7-10. Они у меня дохнут пачками. Если клавиатура, вот это у меня 7 лет нормально, то мышки у меня бывают, умирают, типа, ну, за год, ну, за полгода. И стоят они тоже приличные, по штуке стоит такая мышка. Но они тоже лучше, они самые удобные, самые классные. Я тоже, ну, фанат. Получается, я сижу на вот этом производителе. А4Tech, я сам даже об этом не думал как-то. Я вообще забыл, что это за мышц, вот это, она реально долго живет у меня. Она, кстати, нестандартная, у нее тут такой кругляшочек. Обычно у этих мышек у них такая продолговатая линза. А тут вот дырочка. И вот эта с дырочкой, такая мышка, она лучше гораздо. Она, ну, она дольше живет, я просто заметил. Ну, тут еще важно то, что обычно у них что умирает провод. Можно его даже перепаивать. Я просто ленче, честно говоря, у меня этих мышек целый шкаф лежит. Наверное, можно отдельно потом взять, как-нибудь сесть, подрезать провода, все запаять. В общем, у меня накопится 20 таких мышек, я их все починю тогда. Вот, чтобы оно просто под нужным не возиться. Вот, это тоже хорошие мышки. Ну, плава, топ. Короче, вот, так не хочется даже расставаться с второй клавиатурой, но держи. Это твоя поправа. Поздравляю. Спасибо большое. Так счастлива. Друзья, будем ждать ваших комментариев. Вот у нее, у тебя эта клавиатура для ноутбука будет, да? Да. Ну, классно. И еще скоро у нас выйдет обзор монитора, офигительного монитора. Вот у меня, это мой монитор, неплохой тоже совсем, даже два монитора. И вот, ей мы тоже купили большой монитор. Как приятно печатать. Да. А вот он стоит уже. Так что, скоро будет большой, хороший обзор, где мы про него расскажем. Глад. Ждем ваших комментариев, не забудьте подписаться, и поставьте лайк, если вам не сложно. Или дизлайк, если вам не нравится видео. Выражайте свои эмоции, пишите комментарии.